В Бресте продолжаются личные приемы граждан традиционно. Большинство обращений горожан касаются работы, службы ЖКХ, системы здравоохранения, социальной защиты и образования. Но отчасти эти вопросы уже в прошлом, так считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич. Все чаще, как показывает практика, на прием приходят люди с конкретными предложениями о внесении корректив в действующее законодательство. Если ранее избиратели приходили больше с проблемами такого личностного характера, ну и даже где-то, может быть, не лично, связано с такими местными вопросами, связанными с благоустройством придворовых территорий, ну даже такой общий вопрос улиц, на жалобы на услуги ЖКХ, то хочу сказать, что последние приемы показывают, что меняется несколько, и они приходят избиратели с предложениями, предложениями конкретными, внесения определенных вопросов, изменений в действующее законодательство. В этом отношении действительно подпитываются депутаты, в частности вот я, тем, как дальше работать над изменением законодательной базы. Это очень важно. Поддерживает коллегу и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Дашко, который провел личный прием сегодня. Сегодня в Палате представителей находятся два социально значимых законопроекта по линии здравоохранения. Они касаются прав инвалидов и их социальной интеграции. Также разрабатывается законопроект о донорстве крови и ее заменителей. Мне очень импонирует то, что граждане во время приемов поднимали вопросы, в частности, что касается законопроекта о здравоохранении. Поднимался вопрос, что когда люди приходили в амбулаторных условиях лечиться, им приходилось платить за лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Этот вопрос сейчас будет решен в этом законопроекте. То есть люди уже, кто будет получать лечение в дневных стационарах и амбулаторно-поликлинических условиях, они не будут за это платить. Брестские депутаты всегда открыты к диалогу. Конечно, есть вопросы, которые решаются быстро. Но существуют и ситуации, когда нужно подождать. В любом случае, каждый человек должен быть услышан. Его просьба принята и рассмотрена. Брещанин Григорий Свиридов на приеме у Анатолия Дашко был в первый раз. По вопросу оплаты за лифт по текущему капитальному ремонту. Дело в том, что в настоящий момент есть в указе президента и постановлении Совета Министра 571 за текущие капитальные ремонты. Но это в общем снимать от общей площади. С этим я согласен. Это если кровлю ремонтировать, фасад, нежилые помещения, там придомовая территория. А за лифт должно платиться от количества проживающих. Так что получается, у меня семья два человека, напротив шесть человек. Площадь немножко больше, я плачу больше от площади. Но если взят на человека, это получается в пять-шесть раз больше на человека. Депутат Анатолий Дашко взял этот вопрос на карандаш, пообещав обратиться в ЖКХ. К слову, личные приемы в Бресте продолжаются. Записаться на встречу можно предварительно по телефону, однако попасть на прием к депутату реально и в формате живой очереди.